Физкульт-привет, друзья и ученики! Сегодня я научу вас, как избежать травм, как избежать болей в плечевом суставе. Вкратце расскажу, почему это происходит. Для тех, кто хочет более тщательно ознакомиться с информацией из данного видео, я дам ссылку в описании к видео на мою статью, где вся эта информация дана в более развернутом и полном виде, начиная от анатомии дельтовидной мышцы и вращательной манжеты плеча. Все мы с вами прекрасно знаем, что дельтовидная мышца состоит из трех пучков, которые берут свое начало в разных местах, но в итоге соединяются в одно сухожилие. Сам плечевой сустав имеет огромные функции и выполняет колоссальное количество работы в очень обширной амплитуде, что и является его самым слабым местом. Поэтому он травмируется чаще всего и легче всего. Чтобы этого избежать, необходимо тренировать внутренние ротаторы, которые мы никогда не видим и не увидим. Но если мы не будем их тренировать, мы просто, в конце концов, приведем себя сами к травме. Да, выполняя любые жимы на грудь, на плечи, даже работая на широчайшие мышцы и на бицепс-трицепс, мы задействуем плечевой сустав, а значит, внутренние ротаторы плеча. Повторяюсь, тренируя дельты, мы никоим образом не затрагиваем тренировку внутренних ротаторов. И со временем этот дисбаланс растет, 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 что приводит к дисбалансу распределения сил внутри плечевого сустава и может вызвать и обязательно вызовет серьезные травмы. Что же необходимо знать, чтобы сохранить суставы плечевые в рабочем и здоровом состоянии? Конечно же то, что необходимо тренировать мышцы-ротаторы. Ибо если многие думают, повторяют, что во время жимовых движений они тренируются, то вы ошибаетесь. Тренируются только дельтовидные мышцы и грудные. Для ротаторов необходимы специальные движения, рассчитанные исключительно на них. Выполняются они следующим образом. Самым простым способом для нас с вами выполнять упражнения на вращательную манжету плеча будет при помощи кроссовера, который есть в каждом зале. Это делать очень просто. Нужно встать между блоками, боком к стеку с весом, а трос опускаете на уровень плеча. В идеале трос должен быть параллелен полу и вашему предпречью. Беретесь за рукоять на конце троса. Прижимаете локоть плотно к корпусу. А плечевую кость при этом опускаете вниз. Рука опущена вниз, согнута под прямым углом в локтевом суставе. Если вы стоите левым боком к блоку, то начинаете движение левой рукой, сохраняя локоть в неподвижном, прижатом к корпусу состоянии. Приводим руку медленным вращательным движением к корпусу. И также медленно отводим обратно, выполняя по 15 повторений, чередуя правую и левую руки. Выполняем три подхода. После чего поворачиваемся к блоку правым боком. И проделываем то же самое. Только теперь левая рука будет выполнять позитивную фазу в отведении от себя предплечья, а правая при введении. Те же три подхода по 15 повторений для каждой руки. Обращаю ваше особое внимание, что вес здесь должен быть небольшим. Начинать нужно с самого маленького из возможного. Вращателям не нужна силовая работа. Им просто нужна работа легкая, доступная, не вызывающая травмирующих факторов, но способная на увеличение кровонаполнения данных мышц. Вот и все, что от нас требуется. Помните об этом. И контролируйте себя от использования ненужно больших отягощений при тренинге вращателей. Следующим хорошим способом тренировки вращателей с помощью гантелей, также легкого веса. Мы выполняем все те же движения, только лежа на лавке, на боку, поочередно, то правой, то левой стороной. Условия те же, что и при работе в кроссовере. Просто мы с вами находимся в горизонтальном, а не вертикальном положении, лежа на лавке. Локоть прижат к корпусу, согнут под прямым углом. Спокойные, плавные движения, без рывков и ускорений. Обеими руками поочередно в каждой из позиций. Также можно и нужно выполнять еще одно упражнение. Когда вы стоите, ноги чуть шире плеч, в руках гантели, руки отведены в стороны и согнуты в локтях, под прямым углом. При этом плечевая кость параллельно полу, а предплечья смотрят вверх и параллельны друг другу. Медленным, подконтрольно-плавным движением опускаем руки вниз, скручивая их в локтях. При этом плечевые кости не двигаются и остаются параллельны полу. Затем медленно поднимаем обратно. Те же три подхода в 15 повторениях. Выполняйте данные упражнения перед каждой жимовой тренировкой, на дельты и на грудные мышцы. Но не все сразу. Чередуйте по очереди каждый из трех предложенных мной способов. А в следующих видео я расскажу вам о том, чего нужно избегать как огня, чтобы не навредить плечевым суставам. Следи за техникой и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока!